Свято-Успенская Светогорская Лавра представляет православный мультимедийный календарь «Седмица» со 2 по 8 марта 2020 года. День молитвенного поминовения священномученика и исповедника святителя Ермогена, патриарха Московского и всея Руси Чудотворца. Его патриаршее служение пришлось на тяжелое, смутное время. Посвящая все свои силы служению Церкви и Отечеству, он всегда и во всем сохранял твердость в хранении святого православия. Не погибнет Русь православная и Богом любимая, ведь Господь дал нам силу, потому что стоим на камне веры и правды, утешал первосвятитель свою паству, утешимся его словами и мы. Также патриарх Ермоген в жизни своей особо послужил прославлению Пресвятой Богородицы. В 1579 году в городе Казани будущий святитель обрел Казанскую Чудотворную Икону Божией Матери. Обладая незаврядным литературным дарованием, он сам составил в 1594 году сказания о явлении чудотворной иконы и свершившихся от нее чудесах, а также особую церковную службу. В субботу 7 марта Православная Церковь почитает великомученика Феодора Тирана. В православном календаре всегда две даты памяти этого святого. Второе празднование переходящее и зависит от дня начала Великого Поста. История установления сего празднования такова. Через 50 лет после мученической кончины святого Феодора император Юлиан Отступник, желая осквернить христианский Великий Пост, приказал Константинопольскому градоначальнику каждый день в течение первой недели поста тайно кропить кровью идольских жертв сисные припасы, продаваемые на рынках города. Святой Феодор явился во сне архиепископу Константинопольскому и велел ему объявить христианам, чтобы они не покупали на рынках оскверненные припасы и употребляли в пищу колева – вареную пшеницу с медом. С тех пор в воспоминании этого события память великомученика Феодора совершается ежегодно в первую субботу Великого Поста. Накануне в пятницу после заомбонной молитвы служится молебен святому Феодору Тирану и благословляется Колева, которая затем раздается верующим. 8 марта – неделя первая Великого Поста. В этот день Святая Церковь празднует окончательную победу – торжество православной веры над последней ересью – иконоборчеством. По благочестивой устоявшейся традиции, во всех православных храмах износятся для поклонения все святыни. В Успенском соборе Святогорской Лавры к празднику торжества православия из алтаря, а также из лаврской резницы всегда износятся для поклонения верующим более 20 главных лаврских святынь, составляющих главную ценность духовной сокровищницы Свято-Успенской обители. В собрании великих реликвий Святогорской Лавры имеются частицы Креста Господня, частицы Рис Господа нашего Иисуса Христа и Его Пречистой Матери, частицы мощей многих угодников Божиих из разных концов православного мира, а также редчайшие иконы. По окончании Божественной Литургии совершается чин торжества православия, служба, представляющая собой торжество Церкви над всякими когда-либо существовавшими ересями и расколами. Следите за новостями Свято-Успенской и Святогорской Лавры на официальном сайте и в социальных сетях. Святогорской Лавры на официальном сайте. Продолжение следует...